Тераветис 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 То есть с такой очень капризной дамой рынком работа. И, конечно, не в последнюю очередь, особенно в последнее время, это политические кризисы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, особенно с рынком сбыта винограда. И вот мы создали и поехали первое время в Германию, Италию, Турцию, Египет, даже доехали туда. И сначала мы были, мягко сказать, так удивлены или впечатлены теми результатами, теми видами, которые мы там видели и в Италии. Это пока 2-3 изображения из Италии, из Франции. И мы поняли наши задачи и поняли, что это не так легко. Поэтому, дай мне не парень, дай мне не парень. Вот мы видим здесь некоторые изображения, это и в Германии, и в Франции сейчас будут. И так мы несколько лет показывали все, без того, чтобы двигаться вперед. Это вот, например, в Египте, в Сахаре, в песках. И мы поняли, что нам надо очень много работать. Тема нашего сегодняшнего, моего реферата, это передовые технологии винограда. Это такая обширная тема, и мне никто никаких указаний не давал. Здесь можно говорить очень долго и много. Но новое, оно всегда немножко забытое, старое бывает. Поэтому я и на некоторых таких аспектах, которые мы на собственном опыте делаем, и простые вещи, но они очень полезные. Я себе сегодня позволю остановиться. Пока вот это особенности наших климатических условий. Сумма активных температур это 3000-3500, я бы сказал, градусов. Сумма осадков 450-480. И минимальный, абсолютный минимум температур минус 30 градусов. Вот каждый из этих факторов понемножку где-то лимитирует нас. Вот мы не можем очень поздние сорта выращивать. Я, например, имел и беруинцию, и вред, лоб даже иногда. Не созревают всегда. Особенно если года с поздними веснами. Или сумма, вот где-то в Италии даже говорили, 450 миллиметров. Для них это даже не могут выращивать. Виноград без орошения. Или абсолютный минимум, значит, нам нужны сорта очень устойчивые к морозу. И в первую очередь мы начали излучать сорта, конечно. Начну с сортов. Вот фраза Мичурина, что сорт определяет успех дела. Мы для того, чтобы удовлетворить собственное любопытство и чтобы показать другим. Ну, во-первых, вот в те времена, вот 2010-2011 год, два года подряд наша ассоциация делала опрос. И вот кто, что хочет сажать. Вы видите, Молдова 7%, там несколько сортов. Но первый столбик это неопределившийся. 62% были неопределившиеся. В голове у каждого они не знали очень. Тогда в то время появилось много сортов. Конечно, больше сегодня отмечали это любительские формы, которые внесли такое немножко замешательство в головах людей. И даже многие тогда, но разочарование пришло чуть позже, когда посадили некоторые сорта, не зная их особенностей выращивания, скажем, с Калифорнии, с Азии, где красивые на вид сорта. Но они были, или, скажем, сегодня и поговорим еще об семянных, там специальные технологии. Они не все на вид имеют, не с крупной ягодой, товарный вид не особо, а у нас как покупатель, он покупает глазами, для него большая ягода всегда нужна, и красивая такая гроздь. Поэтому разочарования пришли чуть позже. Многие заложили туда и душу, и деньги, и все. Но потом пришло разочарование. Поэтому мы посадили у себя в хозяйстве один сорта участок. Сегодня кто-то говорил о хобби, что оно не особо доходное, это не бизнес, но мы как-то совмещаем, мы понимаем, что нам нужны деньги, но для нас это интересно. Поэтому мы посадили один сортовый участок, там до этого года было 138 сортов, в этом году мы еще 50 сортов заложили. И вот каждый год мы делаем дегустации, вот это один из моментов нашей, вот стол, который приготовлен для дегустации, он привлекает много людей на эти мероприятия, уже 13 лет мы подряд делаем это мероприятие. И мы никак не можем, и никому не рекомендуем ничего. Просто приходите, смотрите, потому что, к сожалению, нет сортов без отрицательных каких-то. Есть и положительные стороны, но без недостатков нет сортов. Поэтому, ну, знаете, я один конкретный пример дам. Нас когда-то тоже, друзья из УСАИДИ, попросили сделать дегустацию вот штефом воды, знаете, первый район от Одессы, как есть, там есть районный центр штефом воды, нас попросили сделать там дегустацию сортов. Мы отвезли туда около 30-ти чем-то сортов. Там показали люди, начали все смотреть на каждый сорт, его обсуждать, даже экзотические сорта, и новые, и другие разные. Потом через пару недель, там еще прибавилось сортов, 20-ть, мы и нас попросили сделать в Костешных, вот в центре такой бизнеса такого. И там, вы знаете, на наше удивление, я смотрю, люди только подходят пробовать. И потом мы поняли, в чем это, в чем состоит дело. Дело в том, что вот штефом воды и крестьянские хозяйства, которые вокруг, они близки к Одессе, близки к Террасскому, близки к Пиндерам, Кишинев недалеко, и трасса приходит. Они там любой сорт, они небольшие хозяйства, любой сорт, они продают, и вот сегодня взорвал его с куста, и потом уехал. Костешных, это совсем другая империя. Там империя бизнеса, который держится на экспорте. Них интересуют сорта, которые можно хранить, которые можно транспортировать. Короче, коммерческие сорта. Поэтому у них такого большого интереса, разные там экзотические сорта, не имели. И вот, тут мы одну фразу поставили, если вы хотите купить большую ягоду, покупайте лучше арбуз или дыню. У нас всегда покупатель, он хочет большое, что-то красивое. Но критерии, как, конечно, выбрать сорта, это коммерческий сорт. Он, во-первых, должен иметь спрос у покупателя, во-вторых, он должен иметь какие-то качества. Должен иметь продуктивность большую, то есть фертильность, к засухе, к морозам, чтобы выдерживал наши низкие температуры. Желательно, чтобы они были болезними, выносливыми. Жалко, что наш селекционный институт, вот для многих сортов я могу сказать такую информацию, даже тех, которые разрабатывались, Аркадия, там, Талисман, Лора, или дальше Решилье пошли любить. И они все имеют в своих основах наши молдавские сорта, Молдавского института селекции и в основе родительские формы имеют. К сожалению, сейчас пока мы не можем этим похвастаться, но еще одно качество должно быть этих сортов, особенно если мы говорим про коммерческие, это транспортабельность на далекие расстояния и умение храниться в холодильниках. Ну и здесь тоже немножко, может, старый, уже тренд, скажем так, что тренд для бессемянных сортов. В этом году, вот мы были на две недели назад, кажется, в институте, был там симпозиум по бессемянным сортам, то есть уделяется сейчас внимание. Вчера у нас был гость из Германии в хозяйстве, и он сказал, что действительно в Германии у них большинство и детей, и взрослых ищут сорта винограда без семян, бессемянные сорта. Это тоже у нас в хозяйстве их было по 17, сейчас мы еще в этом году посадили 8 новых сортов бессемянных, и в основном, знаете, где родился, там и пригодился, если это из Калифорнии, чудесные, красивые сорта, и Кримсон Сидлис, и Шугар Ван, и Суперер Сидлис, там и Флэйм Сидлис, и Блэк Эмералд, и многие-многие сорта, но они нас не выдерживают в нашей зиме. К сожалению, у нас они на сортов участке, мы их укладываем на зиму, закрываем, весной открываем. Это уже для нас нет людей, не рентабельно. Но есть серия сортов, могу похвастаться, что это именно наши молдавские, особенно кишмишно-чистые, он почти идеально подходит и под форму, и под вкус, и под хрустящую мякоть, и под транспортабельность, но есть и оперен роз, есть и кишмиш молдавинец, то есть есть сорта, которые мы будем пробовать, и я уверен, что мы в ближайшие 2-3 года обязательно посадим какую-то площадь бессемянными сортами. Тенденция бессемянных сортов была 20, я сейчас на той конференции слышал, что уже около 70% это тенденция в Европе на бессемянные сорта. А, вот мы сегодня, кто-то сегодня говорил, будут тоже фотографии из Италии, там Ним заморачивается долго над одним сортом, они наперед сажают вот эту плантацию, портал той, подвое, подвое, и через, и пока он думает, какой сорт посадить, он быстро на этом месте, просто на месте прививает около себя, у него плодоносящий виноградник, но посадил подвое, и когда подходит время нового сорта, он быстро здесь перепрививает. мы на своем участке имеем только сорта, которые в институте, которые мы думаем, что коммерческие, это Молдова, Аркадия, Резентабил, был еловенск устойчивый, и вот часть тех, которые, особенно белые сорта, мы видим, что есть дефицит, но у них всегда какие-то недостатки, даже у нас сортов, особенно при транспортировке, на черных не видны никакие некачественные там дефекты, а вот на белых видно, и поэтому мы в поисках, особенно белых сортов, чтобы сделать конвейер, скажем, с 1 августа, и вот до опознания. Если мы подойдем уже непосредственно к некоторым передовым опытам, это, конечно, применение гиберелина, на столовых сортах особенно. Ой, здесь не только. Вот есть, я остановлюсь сегодня на некоторых аспектах технологии. Это нормирование, нормирование урожаем, ну, есть искусственное пыление, дефолиация, гиберелин, и еще некоторые, на которых я остановлюсь. Наш девиз, скажем, в хозяйстве, здесь написано, лучше на одну тонну меньше продукции, чем на один килограмм больше. В этом году мы видели, что засуха была, потому что там неорожаемый участок. Мы еще одну гроздь бросили, то есть оставили только пять гроздей на куст. Мы получили около 10 тонн с гектара, и мы все продали в Румынию. Например, у нас вся Аркадия уехала на Румынию. Потом еще несколько, я сказал, вот, скажем так, уже давно доказанных, но которые в виноградаре, может, все не используют, это будет полезно, может, кому кто-то это уже знает, может, кто-то нет. Мы делаем несколько этапов прореживания или нормирования урожая. Первый, это, конечно, в зависимости от зимовки, это обрезка. Там тоже средний вес грозы, и сколько тебе надо, ты программируешь, так обрезаешь. Второй этап, это прореживание гроздей, вот мы делаем. И прореживание гроздей иногда бывает, вот, скажем, на Аркадии или на Молдове, на любом сорте. Есть по две грозы на побег, и ты думаешь, какой сорвать, первый или второй, верхний или нижний. Есть биологическая особенность, которая говорит, что первый он всегда выше. Мы хотели это проверить, в прошлом году проверили. И вот здесь на фотографии показано, и всегда первая гроздь, она чуть больше, и насколько больше. Вот в ящике 13, вот взяли 13 побегов, 13 первых гроздей, 13 вторых гроздей. Вот первая гроздь загрузила полностью ящик, вторая. То есть, естественно, чуть выше вес грозы, чуть побольше ягода, можешь не использовать ничего, используя этот прием. И вот в среднем получилось, что первая гроздь 436 грамм, вторая 297. То есть, на 46% выше первая гроздь, чем вторая. Это просто такая рекомендация. Простая, но, я думаю, полезная. Потом есть другая биологическая особенность, и тоже для столовых сортов, тоже ее надо использовать. То есть, по длине лозы, плодовой лозы, когда оставляешь. И тоже мы читали, но хотели попробовать сами. Вот, и по длине лозы, первая, с первой почки гроздь, она всегда меньше, и чем дальше туда, к восьмой, к десятой почке, гроздь всегда больше. И мы используем это обязательно. То есть, если тебе нужно 40 глазков, чем обрезать 6 там плодовых звеньев, на 2-3 глазка лучше оставить 1-2-3 лозы максимум, чтобы они были длиннее. И если там потом большой урожай немножко получается, лучше еще несколько глазков с основы срезать или убрать. Но чтобы оставить натурально, ничего не надо делать, ничего, никаких гиберлинок, ничего. Хоть это использовать, и то уже получишь наряднее, красивее и больше гроздь. Вот 10 гроздей здесь. А, по восьмой. По восьмой. Мы делали по десятой. Вот это, видите, первая гроздь 238 грамм получилась средним. Последняя 870. Вот здесь видна. Первый глазок это мартера, это контроль. И уже, видите, к концу последняя гроздь по сравнению с первой на 264 грамм, на 264 процента больше, чем первая. То есть просто оно давно, мы это прочитали еще, там виноградовская идеология, виноградовство, но проверили. Еще раз перепроверили и удостоверились. В этом уже много лет используем эти приемы. Попробовали еще раз сегодня, говорили о больших урожаях. Конечно, в Италии мы видели там 50 тонн, ну, кто-то говорит 80, очень сложно в это поверить, но у них действительно есть близкие к нам условия, но там энергии больше, там и продолжительность вегетационного периода больше, и особенно интенсивность фотосинтеза больше. Поэтому им позволяют их условия. Мы хотели посмотреть у нас, вот взяли просто наш сорт Молдову, взяли, и попробовать оставить урожайность от, скажем, где-то урожайности здесь есть, от 37 тонн на гектар до 13 тонн на гектар. И что посмотреть? И, во-первых, чем больше урожайность, тем ягода мельче, тем сахар, видите, здесь 17, там 20 процентов. И иногда у нас, особенно в Молдову, бывает часто люди на раше, они оставляют много, и потом плачут, что вот не созрел, или там еще нету сахара, и зеленовато еще. Поэтому надо где-то искать оптимум. Мы для себя нашли нашу оптимум, в наших условиях. Это от 30 до 35 тонн с гектара. В этом году мы получили 33 тонна с гектара качественной, очень красивой Молдовы, которая вот, география ее экспорта была от Монголии, там Украина, Беларусь, Польша, Румыния. Вот, то есть везде воспринимали наши ягоды, и мы вовремя ее собрали. Еще, скажем, 15 сентября мы начали с 19 процентов сахара. И вот такая гроздь, это там, где самая маленькая урожайность, но это тоже, там 13 тонн с гектара нарушений, и самая большая урожайность, какие грозди вот в среднем получаются. Мы делали, чтобы знать наш оптимум, в наших условиях. К сожалению, некому нам сказать это, и мы сами перепроверяем. Другой способ для того, чтобы увеличить особенно качество винограда, именно качество. Это, я думаю, для многих уже это прием, наверное, обыденный, но это все равно для многих наших производителей новый. Это использование гиберлина, ГА3. Это регулятор роста, который помогает дивизию нечелуэльдор разделению, размножению клеток, и увеличению клеток. И он используется перед цветением, во время цветения и в момент интенсивного роста ягод. Что, какие цели? Это униформизация или однородность ягод, однородность грозди, увеличение ягоды, прореживание ягоды, увеличение расстояния гребни, гребни от гребни ножки, гребни ножки. И ее чтобы быстрее созревало. Чтобы быстрее созревало. перед цветением ее цели это чтобы увеличить гроздь, размеры грозей, а после цветения, во время интенсивного роста, это увеличение ягоды. Дозы, перед цветением это маленькие дозы, от 5 до 20 ппм или миллиграмм на литр, а после цветения это в зависимости от сортов это 25-200 миллиграмм на литр, 25-200 ппм. Какие способы? Это контактный, местный эффект только производится, перед цветением маленькие соцветия, их в баночке вот так можно делать, а после цветения уже когда рост такой 3-4 миллиметра, это уже можно ручным обрыскивать, электрический какой и бывает, и чтобы хорошо промочить всю гроздь. Да, вот здесь из одного учебника для разных сортов какой самый, ну мы взяли исследование на бессимянных сортов, который самый важный момент. Видите, если чуть раньше давать, эффекта нет, и чуть позже тоже эффекта нет. Самый для увеличения ягод это оптимум это от 3 до 5-6 миллиметров в диаметре ягоды. И тут зависимость от концентрации. Вот у нас есть сорт Black Emerald бессемянный. Вот чем меньше концентрация 25 ппм 235 грамм гроздь и 100 миллиграмм уже 484. То есть практически в два раза увеличивается ягода и гроздь. В зависимости и гроздь была. И равномерность гроздей. Вот эта гроздь на этой грозе не проводилась. не применялся гиберелин. И вот видите в сегменте 16-17 миллиметров по диаметру мы разложили их. Это мы делали по диаметру разложили и увидели что ну скажем вот 15 видно визуально где где самые большие ягоды. И вот на этой грозе мы проводили применяли. И видите сразу куда переместился крупный количество ягод крупных сразу увеличилось и меньше уменьшилось. И однородность ягоды стала лучше. Еще если за неделю до цветения или за 10 дней до цветения делать то применение гиберелина может привести к бессемянности. Мы это видели на сорте мы испытывали на сорте лора делали и получали полностью бессемянную лору если проводить. Но есть конечно и риски при применении это очень щепетильное аккуратное дело и которое мы уже много лет делали семинары у нас в хозяйстве и после этого все равно некоторые приходили и говорили да бестолку ничего не дает но нужно очень аккуратно во первых и время поймать чтобы температуры были оптимальные концентрации были если очень мало давать то там или небольшой эффект или вообще эффекта нет а если много давать чересчур много давать то можешь получить другие отрицательные эффекты другие отрицательные эффекты но вот сейчас мы можем показать где-то вот это тоже бессименность дай мне департ вот но это подарок запорожью без видите горошение есть а с применением гиберлина там горошащиеся которые маленькие они уже стали побольше или вообще абортировали или упали равномерная гроздь мы знаем этот сорт тоже потом вот здесь мы хотели показать просто две фотографии мы сделали одну до применения гиберлина закрыли верхнюю часть нижнюю часть закрыли пленкой и обработали гиберлином только верхнюю видите верхняя после того как сняли получилось равномерные большие ягоды нижняя осталась так как она есть это томсон сиддлес это томсон сиддлес то есть локальные аккуратно надо именно на гроздь на всю гроздь чтобы был хороший эффект чтобы была вот эта мечта без без гиберлина и с гиберлином а это вот нежелательные те эффекты которые можно получить от некачественного внесения и про и ягод видите без применения и с применением удлиненная вроде получилось но некрасивая гроздь вот какой эффект в прошлом году мы сделали эксперимент какой получился до цветения когда неправильным то есть не то что мы не знали мы проверяем все и пока это очень или чересчур плотная гроздь получается или чересчур плотная гроздь получается или чересчур плотно мы на аркадии не поэтому мы отказались и на некоторых сорта мы должны знать восприимчивость сорта и в каком климате давать то есть но и в каком климате чтобы температуре и дорогостоящие но и чепетильное такое дело и люди нужны поэтому надо все изучить все сделать но и в короткое время это небольшой отрезок времени надо это быстро сделать и качественно да еще один старый забытый но который мы в этом году видели попробовали это использование кольцевание кольцевание на на винограде вот как если поедет там египет италию вы видели южной италии там из кромсона все все кусты и они это делали мы пришли к себе донбут тот респект дар дак путин мая блядя пижор в руган шумос китая и жар тебе а да 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 канаве мут юан пуцин я закончу сейчас я закончу сейчас я сказал что много можно говорить здесь если не остановите ну хорошо пройдем кольцевание вы в этом году увидели можно делать кольцевание на на штампе можно делать на рукавах можно на побегах и тоже очень на не рекомендуем абсолютно у нас в нашей зоне на не орошаемых участках в этом году мы попробовали на орошаемом винограднике получилось визуально получилось на одном рукаве который без кольцевания нормальные такие грозни хорошие а там где с кольцеванием вот такие сразу видно сразу визуально видно разница дима вот это мы купили виталий ножницы если кому нужно созревает раньше побольше ягоды и вот если сделать чересчур глубоко то надо аккуратно сделать высыхает просто да вот сейчас одна тема да еще ландслайн вот есть такая фраза это каждый луч солнца не уловленный зеленой поверхностью поля луга или леса богатство потерянное навсегда из растрата которого более посвященный потомок когда нибудь осудит невежественного потомка то есть мы приходим к форме куста конструкции если мы увеличили еще в 2007 году мы основали видели это в других странах и у себя попробовали сделать самодельные каркасы сделать форму гейбл вид сверху наших виноградников одного из наших виноградников вот именно самодельных мы увеличили сделали гейбл мы в этом году заложили перголу у нас 20 гектар гейбла пока еще будет весной еще 6 гектаров перголы то есть мы увеличили листовую поверхность здесь увеличили тем самым и урожайность нам не орошаемых на 30-40 процентов качественного винограда и вот это итальянская форма мы сделали ее закрытый гейбл а при орошении на этих я сказал вам в этом году мы получили 33 тонны с гектара качественного винограда да и на рыбу есть конечно здесь недостатки тоже в смысле недостатки очень дорогостоящие конструкции и нужна совсем другая техника уже МТЗ здесь не пройдет нужны маленькие но здесь мы показали один из положительных признаков тоже вот солнце было в этом году вот у нас есть виноградники на шпалере мы поставили просто два плювиометра и здесь и там и термометр через несколько дней там где вот на шпалере было 30-20 градусов в тени здесь было 22 градуса и в плювиометре через 10 дней оставалось там где шпалера только 15 миллиметров ушло 15 а здесь только 5 миллиметров то есть это испарение влаги идет меньше идет вся влага идет на усвоение кустами да и вот орошение тут тоже вот фактор лимитирующий который мы знаем что на один центр продукции идет 30-40 кубов воды 30-40 кубов воды то есть если взять что у нас 450 миллиметров разделить на 35 это 128 то есть 12 тонн нехороший урожай здесь мы взяли с учебником марио колопетра вот здесь тоже видно что без орошения 60 восемь центнер 2300 это 164 то есть чем больше влаги даешь тем увеличивается урожай то есть влияние и конечно последний у меня здесь мы говорили о отношениях с рынком то есть один из факторов риска и мы сами начали экспортировать экспортировать виноград уже три года на разные рынки это нас дисциплинировала вам скажут сейчас больше наверное в кассешных мы тоже начали свой ящик разные формы ящика разные с пленками без пленки с поролоном без поролона с логотипом везде чтобы знали например куда едет наш виноград чтобы знали что это теравитис это нас и нас и рабочих это немножко дисциплинирует и когда мы не верили наши тоже должны быть посредники мы сейчас работаем тоже с нашими хорошими партнерами и мы им не особо всегда верили а сейчас мы сами верим нам всегда и вот имели с несколькими коммерческими сетями договоры мы и нам всегда отчет присылают вот не калибр не стандарт осыпь и нам за это снимали первый раз и здесь еще один просто на 30 секунд как нас проверяют дима есть может оставить и еще один момент еще один момент мы говорили про коммерческие сети и там остаток действующих не должно быть больше 6 и 5 столовых виноградах в европе действующих веществ химикатов мы в прошлом году сделали себе анализ посмотрели что у нас 6 в этом году мы пересмотрели нашу систему защиты то есть мы сделали упор конечно и жена серу и на медь но и препараты как мы до цветения после цветения дней 10 интенсивно работаем и там где препараты с двумя с тремя действующими веществами там используем а потом сюда меньше и в этом году опять сделали в том же лаборатории и видите что у нас только одно действующее вещество прекрасный виноград и одно действующее вещество то есть можно использовать здесь только так проверяют наш виноград мы не верили но вот нам прислали и мы уже закупили у нас сейчас остаток 100 тысяч кульков таких и вот мы в ящике и как проверяют нажали поэтому мы когда присылаем наше видео мы сначала трясемся а потом если все хорошо то хорошо если нет то это прошлогодний Продолжение следует...